Просто есть еще, у меня такая ситуация, у меня есть бывшие родственники, которые, конечно, ну, в общем, короче, почему, а, вот, почему я поменяла полностью имя и фамилию и отчество. К сожалению, у меня были родственники, к сожалению, ну, они сами так захотели, что у меня их нету, понимаете, да? У меня вот есть дача, которую я получила по наследству, там, ремонт делала в Белоострове, Межседорожной 20. На второй половине там проживают родственники, как скажем, ну, в общем, ну, как там еще, как говорится, мои бывшие, я их называла бывшие, понимаете? Я не знаю, там они, может, всех плод проживают, но они уже бывшие, потому что они мне сказали, ну, у тебя купил, я там сделала ремонт, я все, а ты, ты, это и оформляй, понимаете, я уже два с половиной года оформляла, Ну, ты, говорит, оформляй свою половину, землю, половину земли. А вы оформили все? Я все оформила. И приехала. С Василием Валерьяновичем мы приехали. Вместе. Я приехала, пришла к ним, я говорю, я оформила два с половиной года. Знаете, как мне это тяжело удалось. Они говорят, мы у тебя купим, ты оформляй. Я все оформила. Я приехала. Я сказала, я оформила документы. Вы будете покупать? А по чем? Ну, это не по чем. Вы просто слушайте, что я вам хочу сказать. Я к ним приехала, предложила, сказала, что я все оформила. Они меня чуть не убили. Это хорошо, что я сейчас с Василием Валерьяновичем приехала? Ну, люди разные. Что значит разные? Вы понимаете, да? Ну, у меня, видите, у меня тоже родственники. Мне кудышные, поэтому я тоже молчу. Ну, в общем, я просто вам вкратце. Я не буду просто. Я просто такой факт. Просто констатирую факт. Просто констатирую факт. Понятно. Вот такие вот дела. Ясненько. Ну, что, Татьяна, я поеду. Мне пока к Ксению приезжать ко мне. Если приезжать, то поможете мне из бензина. Потому что у меня сейчас пока не зарабатываю. Ну, тяжело. Вот я Василий приезжаю. Доремонтирую все, что есть. Ну, и еще приезжаю. На весь день может. Машине делать нечего. Все равно будет. После Ксения я выходной. То есть я еще вон должен с тех пор. Надо как-то отдать. Просто не как бы. Балушки на смерть, конечно, меня очень сильно. Глазад. Спасибо. Извечай. Вот эти штукенцы, это освежите воздух, да? Нет, это камин. Глазад. А, камин. Это камин, которым я грею. Да? Прикольненько. Прикольненько. Ой. А иду я дальше. В общем, а когда они пускать-то будут вас? Куда? Вот сюда. И когда они будут пускать? Да никогда. Никогда. Мы там эту яму уже вырыли и закопать хотели. А вы хотите, чтобы они вас пускали. Да? Но нужно думать позитивно. Я вам что-то, знаете, все хочу. Понимаете, как нужно думать позитивно, когда они эту яму уже вырыли и хотели закопать. Они мне уже хотят... Сколько я туда въехал? Полтора года. А вы говорите пускать. Они ко мне никогда не пускали никого. Почему? Почему? Что вы такого плохого сделали, что они вас с вами так? А ничего. Понимаете? Ну, невозможно. Вы же живёте здесь. Если вы платите все налоги, сферик операций, сферик операций, сферик операций, то почему? Потому что они не имеют права. Вы собственные идёте. Ну, это понятно. Нет, у меня сейчас долг по коммунальным платежам. У меня долг. А, большой? Ну, понимаете, они и с самого начала не пускали. Понимаете, да? Они делали только вид, что они пускают. Понятно. Так что... Ну, ничего. Мы не гордые. Шучка можем пройтись. Так что вот, если, конечно, вот так вот говорить. А, в общем, честно говоря, при такой ситуации думаете, что это всё так позитивно или ещё что-то? Я, например, всегда думаю позитивно. Я никогда ничего не... Я никогда не переживаю. Я знаю, что сейчас, конечно, проблемы и трудности времени. Ну, что делать? Сейчас решим. А я вам объясню. Это, знаете, куда-нибудь вас в лес отвезти, чтобы вы там где-нибудь сидели. Они вам дадут стул. Стул дадут. Эти? Ну, в обща. Они вам дадут стул. И запрут вам где-то в лесу. И охрану поставить, чтобы вы оттуда не выходили. Ну, я понял. Вы поняли, да? Да, я понял ваше это... Слушайте, ну... Тяжёлый, конечно, случай. Ой, так что... Вот такие приходные книжки. Ну, да. Эти люди могут понять только силу, понимаете? Они могут понять силу. Знаете, как проявление какой-то слабости, они как-то очень специфические люди. Поэтому по поводу пускать... Угу. А ещё что там? Это очень сложный вопрос. А можно книжку посмотреть? Да, конечно, посмотрите. Что там заинтересовало? Квантовый воин. Сознание будущего. В общем, да. Там Джон Кеха. Конечно. Там... Сила разума. Так что я не знаю. Вы согласны лет пятьдесят посидеть в лесу со стулом? А кто-нибудь к вам этот стул поставил, будет, скажем, там... Ну, я не знаю, возьмите любое государство, там какое-то, Италию, да? Нет. Вот вам даст какой-нибудь мужик стул и охранников к вам подставит. И вы там просидите пятьдесят лет, а он пятьдесят лет будет править Италией. Вы согласитесь? Нет. А потом... Потом... Потом будут у вас спрашивать, о чем у вас сосуды не выпускают. Вы поняли, да? Метафора. Такая метафора. Да, я понял. Да, ну, понимаете, видите, везде свои жуки, свои тараканы. Можно я почитаю эту книжку? Ну, да. Вы хотите ее почитать? Да, его с Ксимом, наверное. Я при этом с Ксимом помню. А у вас какая книжка заинтересовала? Деньги – это любовь. Мне интересно, что за любовь к деньгам? Ой, слушайте, а вы взяли другую книжку? Не только квантовую тогда. Деньги – это любовь? Да. А квантовую взять? Какая интереснее-то? А вы знаете, что, вообще, честно говоря, вы выбрали самую лучшую книжку. Здесь много чего написано, я, честно говоря, всю ее не читала. Но смысл... Вы знаете, самый великий смысл вообще в книжках вот этого автора. Подождите, сейчас вам скажу. Да. Я, знаете, семинар в 2008 году когда писала. Клаус Джоул. Вы знаете, что? Смысл такой. Посылание любви. Вы знаете, вот меня спросили, я опять опустилась к этим каким-то гадостям. Понимаете? Это то, что они хотят вместо позитива сбросить в эту гадость. Сколько лет я занималась позитивом, один позитив в голове. Счастье и позитив. А эти негативные люди, понимаете, вот они, мне вот это вот, и, знаете, это вот, как говорится, прет. Да ну, не переживай. Вот, смотрите, самое ценное, помню, все не читала, но самое ценное в этой книжке написано. И знаете, смысл какой? Что посылать любовь. Например, плохая ситуация, и нужно вот сконцентрироваться и этой ситуации посылать любовь. Или людям посылать любовь, или там еще что-то. Понимаете, вот посыл любви. То же самое, наверное, вот про деньги говорить. Если нет денег, в общем, как-то нужно сконцентрироваться и посылать энергию любви, потому что энергия любви, она, знаете, такая универсальная, да? Если что-то концентрируешь, знаете, все опять спускаются. Вот вы взяли там вот эту книжку Джун Кеха. Сидел там где-то в хижине, без денег, без сего, а потом, понимаете, там, стал преподавать в пятиземинозочный отель и так далее. Ничего не было. Скорее. Концентрировался на... Так что вот, смысл в этом. В посыле любви. Ну вот, ну, видите, целая книжка написана. А, почитаю. Кстати, между прочим, вот такая, ну, в общем, на самом деле очень ценная вещь. Спасибо. Не, я вам верну ее. Мне не нужна книга, так? Ну, я имею в виду, я ее почитаю и верну. Я просто в библиотеку соберу и наборнички читаю. Да? Да. Чтобы. Что-то так-то там. Да, так что вот так вот. А что вы мне мусор обещали выкинуть? Да? Выкинули. Только машину же нет. Открыли ваши отговорки. Почему отговорки? Татьяна, а как мусор выкинуть-то? Ну, а вы не предлагаетесь мусором здесь быть, да? Вы у меня предлагаете... А какой бы мусор выкинуть? Я вам ничего не предлагаю. У меня целый мешок, большой мусор. Большой? Ну, если большой, то только на машине. Если такой маленький пакетик, то, естественно, я без проблем могу выкинуть его. Ну, мне же это вывести надо куда-то там. Правильно? Нет. А представьте, если я буду с пакетами теми. Эти придурки будут спрашивать. А что ты не исчешь? А зачем ты мусор выкинуть? Вот вам ответ на ваш вопрос. А вы знаете что?